Мы с покемоном спускаемся с одной части площадки на другую, здесь попроще уже не так, ацки, да, Юмичу? Давай. Кися? Ну какая я кися? Привет, я Эни Мэджик и наше мэджик путешествие со всеми питомцами целый месяц на машине на море продолжается. В нашем мега путешествии одна из моих собак, Мишка, уже выполнила челлендж Чихуахуа может. Это наша постоянная рубрика и забралась на вершину водопада. А сегодня мы проверим, как поведет себя наш покемон Юмичу, другая моя собака, самая младшая. Сможет ли она подняться по опаснейшей лестнице на краю скалы на вершину горы, стоящей прямо в море? Погнали! И случайному нашедшему все секретные буквы в прошлом видео, привет, Луна ночная, приветик от нашей фэмили. А ты, тот, кто сейчас смотрит это видео, подписывайся, пожалуйста, на канал, на 3 миллиона мы заведем нового питомца. Ставь лайк, ведь на ютубе сейчас проблемы и нам очень нужна твоя помощь. Иначе нет смысла продолжать снимать ролики. И пиши комментарии. А я, как и обещала, отвечаю на вопросы из комментов. Сегодня это Алина Винсент. Она недавно на канале и просит подсказать, каким кормом кормлю песиков, как выбирала, почему, где покупаю и брала ли с собой в путешествие. Я кормлю песиков кормом платинум. Выбрала я его по его уникальности. Это единственный корм из тех, что продается в России, который сделан не просто на 70% из мяса, а из свежего мяса. Совершенно уникальный продукт. Сочный корм. Не сухой и не влажный, а именно сочный. К тому же в нем нет никаких искусственных добавок. Чисто натуральный и полезный состав. Покупаю я его прямо на сайте платинум. У меня всегда в описании для моих подписчиков есть ссылка. Там есть разные виды корма, и каждый обязательно найдет для своего питомца любимый вкус. Да, перед путешествием я заранее заказала доставку, мне все привезли прямо на платинумоходе. Это такая машина, которая развозит корм платинум. И мы, конечно, запаслись им с собой, потому что я подумала, что вряд ли я найду его в маленьких зоомагазинчиках в поселках. И так и вышло. Приехала в местный зоомагазин, потому что мы взяли все для детей, но забыли совок для лисиного туалета. Вот такой вот зоомагазин в Кориевизе. Вот смотрите, совочек хороший. Ну, давайте беленький. А, у него такая вот мелкая, да? Да. Давайте лучше вот этот тогда. В этих зоомагазинах его не было, и по приезду из путешествия я снова закажу доставку. Это очень удобно, я оформляю все прямо на сайте платинум. Со мной связывается менеджер, и готово, привозят очень быстро. Обязательно закажите своему песику попробовать. Уверена, что ему понравится, потому что это самый качественный корм из тех, что сейчас есть. Кстати, про еду. Пока мы путешествуем, мы иногда встречаем бездомных кошечек, и я их кормлю. Вот кися будет рада сейчас. Кися, смотри, какая вкуснятина. Ай, какая вкуснятина. Ай, какая вкуснятина. Да, вкуснятина улыбая. Ещё киса пришла на запах. Ай, киски пришли. Киска крута. До того, как мы добрались к скале Кошка, знаете, почему она так называется, кстати? Скоро я покажу. Мы уже объехали кучу классных парков и дворцов. Воронцовский дворец с его огромным бесконечным парком вдоль берега моря. Всюду нас подстерегают опасности. Хорошо, что там нас не ужалила змея, а собак или кису алису не покусали лебеди. Знаменитый Ливодийский дворец. Там очень красиво. И почему-то пахло какашками. Айвазовский ботанический сад. Прямо внутри там есть ещё и офигенный японский сад. Очень классный, уютный, приятный и красивый парк в городе Форос. И старинный, и самый известный и большой Никитский ботанический сад, где было очень много котиков. У тебя лапки нету. Безлапый котик. Безлапый котик. Там кот номер два. Вообще три, но одного мне заснять не удалось. И вообще всё южное побережье Крыма – это скалы, горы и море. И я не устаю показывать вам эту красоту, хотя я понимаю, что, наверное, вам это не особо интересно, да? Да что ты, Ань, конечно же, нам очень интересно смотреть на красивые пейзажи. Без тебя, собак и кошки, просто на видеокартинки для рабочего стола. Это так завораживающе. Нет. Ладно. Ну что ж, погнали выполнять челлендж Чихуаху, а может, с Юмичу. Покемон поехала с вами в Симиис. Сейчас пойдём на пляж смотреть. На море, да? На море. Дошли до горочки. До морюшка. Покемон, иди сюда, залазь. Залазь, давай. Давай. Вот молодец. Нравится? Покину. Пойдёшь на море смотреть? А? Покинуешь? Где? Ты куда идёшь? Смотреть на гору кошка. Ты собака, идёшь смотреть на гору кошка. Всё логично. Море прозрачное, офигенное. Там не все. Юмичу на такой штуке идёт. Она качается, Юми страшно. Да? Ну не бойся. Доброе утро, страна. Юмичу уже нашла себе друга. Познакомиться. Познакомиться. Ты товарищ чей? Где твои хозяева? А вы знаете, где его хозяева? Да. Приблудшая, ребята. Приблудшая? Вот это гора кошка. Посередине будто голова кошки с ушками, поэтому она так и называется. А путь мы держим на огромную скалу слева от неё. Кажется, это не слишком высоко и далеко, но на самом деле это очень страшное местечко. Прямо по краю скалы. С обрывом вниз на морские камни идут узкие мостики и лесенки. Там-то мы и будем совершать наш эпичный подъём. Посмотрим, получится ли у нас Юмичу и доберёмся ли мы до вершины. Какой красивый лесок. Юмичу. Ты решила пометить лесок, да? Давай, сейчас Юмичу пойдёт на гору кошка. Давай, покемон-путешественник, взбирайся. Пошли. Пойдём. Давай. Раз, два, три. Покемон, давай, давай, давай. Молодец, умница какая. Давай, давай, Юмичу, взбирайся. Камешки, конечно, тут угу-гу. Давай, давай, давай. Молодец, давай. Взлась. Молодец, давай. Молодец. Фух. Вот куда мы забрались. Какое меморие. Юми, молодчина. Мы с покемоном спускаемся с одной части площадки на другую. Здесь попроще уже не так. Адски, да, Юмичу? Давай. Кися. О, какая кися. Вот это была адска. Всё в порядке. Юмичу не поцаряпали и не покорабали. Не покоряпали и не поцарапали. Но это был опасный момент. Мне приятненько. Ищем путь на эту гору, кошка. С Юмичу. Куда мы пришли? Куда мы пришли? Вау. Вау. Как красиво. Покемош, ты видишь, как красиво? Да, красиво, аккуратно. Ух, там нам предстоит путь. Видите, сколько лесенок. И там лесенки ещё. Капец, на самом деле очень высоко. Пойдём, не бойся. Боится, что лестница обрывается. Давай, давай, давай. Такая она крутая, круговая. Пойдём, пойдём, не бойся. Так медленно так спускается по одному шагу. Ну, давай, Юмичу. Вот, молодец. Короче, мы преодолеваем эти лесенки. Так, не торопясь, Юмичу. Спускаемся вниз. Скоро будем подниматься наверх. Ух ты, как прикольно снизу. Давай, пока мы прыгаем. Сейчас будет сложность по такой досочке пройти. Нет? Сложно. Да, мне сложнее, чем Юмичу. Пошли. Вот, молодец. Давай, давай. Давай. Вот, молодец. Ты, блин, какая лесенка опасная. Я взяла Юмичу на руки. Потому что лестница очень узкая. Никакого ограждения. А она явно боится. И мне кажется, что в любую секунду она просто сделает шаг влево, шаг вправо. И полетит в пропасть на камне. Ещё и на поводке повесится. О, мама, я даже не хочу об этом думать. Короче, она идёт на руках. Плывёт на руках. Здесь появилась какая-то стена справа. Поэтому Юмичу пошла уже ножками. Да, Покемон? Пошли. Вот, молодец. Блин, мне всё равно страшно за неё. Там прям опрыж. Давай ты с этой стороны пойдёшь. Справа, да. Пойдём. Пойдём. Ты Покемон-герой. Смотри, герой, давай. Давай, давай, давай. Вот, молодец. По камням такая. Давай, залазь. О, как же тут красиво. Вот такой ветер. Каждую секунду. Страшно. Вот, пуши. Зайдем. Мы ещё не поднялись до конца. До конца ещё несколько ступеней. Но посмотрите на этот вид. Просто капец. Что мы видим? О-о-о-о. Да? 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 Мы поднялись. Мы ещё не поднялись. Нет? Где ещё? Кто такой герой поднялся? В такой высоту? Будем спускаться по этой адской лесенке. Вниз. Всё, Юми, пошли. Пойдём. Пойдём, пойдём, пойдём. Давай, давай, давай. Я думаю, что мы справились. Не идеально, но мы сделали это. Ставь лайк в поддержку. Пиши комментарий. Подписывайся. И увидимся скоро в новых видео из нашего путешествия. Дальше ещё круче. Субтитры сделал DimaTorzok